Всем большой привет! Вы находитесь на моем канале о многоцветной вышивке Невастич. Сегодня 21 ноября и я хочу продолжить свой рассказ о своей многоцветной вышивке Дельфины в океане. Это набор, купленный на Алиэкспресс фирма Joy Sunday. Размер этой вышивки 400 на 300 крестиков. Я вышиваю ее на 20 билане ниточками СХС полным крестиком, ниточки в два сложения. Итак, я хочу, как я вам уже говорила и в других своих вышивках, закончить свои процессы на каком-то таком логическом завершении. И здесь мы видим, что у нас недошита спинка у маленького дельфинчика. Здесь буквально один-два цвета. Потом вот это вот у меня пространство недошито. Вот тут вот на рыбке чуть-чуть вот осталось мне вышить. Ну вот и там буквально вот этот вот уголочек, который остался. Здесь тоже не так уж и много. Если посмотреть, сколько это в крестиках, то в крестиках получится примерно 7500 крестиков. Вот на этом этапе находится у меня сейчас вышивка. Дальше вот у меня пустое пространство вверху. Это уже пойдет на следующий год. Здесь буквально у меня 3 клеточки по 10 крестиков вверх не хватает до половины. Может быть не 3, может быть чуть-чуть побольше. Но вот там вот уже половина этой вышивки не за горами. И в общем-то я хочу отшить. 50% это точно до 50% на следующий год. А может быть получится у меня и до 75%. Вообще-то я хотела вот эту вышивку в следующем году ее закончить. Но так получилось, что в этом году я начала очень много вышивок. И как-то вот так у меня получается, что на каждую вышивку стало у меня времени немножко меньше. Вот у меня есть еще начатый процесс, который я вам еще не показывала. То есть он также отодвигает мои финиши чуть дальше по времени. Но всему свое время. Мне эта вот вышивка очень нравится. Это такой у меня цветовой релакс. Я думаю, что я эту неделю, начиная вот с сегодняшнего вечера, 21 ноября, и следующую все недели я позанимаюсь этой вышивкой. Посмотрим, успею я 7000 крестиков или нет нашить. Но поскольку сейчас отпуск у меня закончился, я хожу на работу. Времени у меня на вышивку не так много. Но хотелось бы, хотелось бы все вот эти незашитые места на вот этом выделенном участке закончить. В принципе, здесь же большие цветовые пятна. Здесь не так все и сложно. Шея и шея к себе в удовольствие. Ну, посмотрим. Сейчас я взяла в работу самый большой многочисленный цвет. Его много на дельфинчике. Вот. Ну и так вот здесь тоже он встречается. А что у меня тут еще внизу? Внизу-то вроде как у меня уже все и зашито. Ну, есть тут маленькие места кое-где. Вот тут, по-моему, я забыла зашить там крестики. Все это заштопается. Ну, вот с такого вот момента я начинаю работу и над этой своей вышивкой. До следующего включения. Всем большой привет! Вы вновь на моем канале о вышивке не постичь. Сегодня уже 5 декабря, воскресенье. Вечер. Пять часов вечера скоро будет. И с последнего моего включения прошло почти три недели. Я вам говорила, что хочу в этом году дошить эту вышивку до своего какого-то логического завершения. Но так получилось, что у меня на эту вышивку ушло гораздо больше времени, чем я планировала. Вот три недели практически. Но это не значит, что я все эти три недели, 21 день вышивала. Вышивала я, в общем-то, восемь дней за этот период. И что же я нашила? У меня так получилось, что вот практически зашит весь дельфинчик маленький. Тут в глазике осталось буквально два крестика ему сделать. А так, в принципе, дельфинчик готов. Вот. Также я поработала, вот, у меня готовы вот эти вот кораллы. Они полностью вышиты. Вот здесь вот я немножечко повышивала. Осталось вот здесь совсем чуть-чуть. Это вот один цвет. Вот. Вот. Это губка, наверное, морская или что. Вот это я не очень понимаю. Здесь буквально вот осталось пропущено буквально несколько крестиков. Вот эту рыбку я планировала вышить. Но не получилось, в общем-то, осталось. Здесь тоже достаточно большое пространство не зашито. Ну, как и вот здесь вот. В принципе, если вот так вот разобраться по цветам, здесь, в общем-то, осталось-то цветов не так много дошить. И они идут такими большими пятнами цветовыми. Но за это три недели получилось у меня вот не так много повышивать. Сейчас я вам покажу статистику, что у меня тут получилось. Вот, если вам видно. Вот тут отсвечивает лампа. Так. Ну, вот я вышивала за этот период всего вот восемь дней. И у меня получалось и по триста, и по двести, и по четыреста крестиков. Как-то у меня вот этот вот период был какой-то вот он такой сложный по жизни. И у меня много не получилось поработать. В выделенном своем пространстве у меня зашилось три семьсот крестиков. И на данный момент у меня сейчас сорок два процента отшива. Ну, наверное, вот в этом году я за эту вышивку уже браться не буду. Хотелось, мне очень хотелось догнать ее, в общем-то, вот все вот это вот зашить. Ну, не знаю, может быть, еще и возьмусь там несколько денечков, поштопаю. Вот, ну, так получилось, что вот я вышла из отпуска на работу, дела, заботы, работаю, вечером устаешь, приезжаю поздно. Ну, вот так вот не сложилось, да, вот еще такая была у нас напасть. Почему-то решил мой старший кот поболеть. Вот, пока я с ним ездила к докторам, анализы, то все, хлопоты, переживания. Ну, в общем-то, наверное, руки особо и не поднимались до вышивки. Хотя, да, вышивала по чуть-чуть, но как-то вот особого настроения не было. В общем-то, как-то такие переживания были не очень приятные. Дальше не знаю, что с этим котом делать там, в общем-то, ему и операция светит. Уж сколько этот бедный кот перенес операцией, не сосчитать. Вот такой какой-то вот он у меня болезненный. Ну, жалко же животинку, надо лечить, помогать. Вот, так что вот с таким настроением у меня прошли эти три недели. Вот, и тут мой младший ребенок, решив сделать вдруг прививку, тоже переживала, как перенесет, потому что как-то у меня ребенок и болел всю осень, не здоровилась. И на вот эти все простудные явления решила сделать прививку. Тоже вот как бы переживалась все. В общем-то, такие у меня получились дни. Не очень, в общем-то, вышивальные. Но, тем не менее, в общем-то, в преддверии Нового года я занималась не только вышивкой, а еще и околовышевальным рукоделием. Сейчас я вам постараюсь показать понемножку, что же у меня тут происходило. Ну, вот смотрите. Я занялась из фетра, вот, изготовлением таких вот игрушечек. Вот такая вот у меня елочка. Здесь получается, что надо выкроить три детали. Две вот такие вот одинаковые. Я сделала из красного фетра, в такой вот белый горошек. А вот эта деталька белая, она вышивается чуть-чуть меньше по контуру. Здесь вот я стегала вот ниточками мулины красненькими. Пришивала вот у меня колокольчик. Он, кстати, звенит. Украшала вот такими вот снежинками. Дальше это будет сшиваться по контуру вот эти вот две детальки. И будет, в общем-то, набиваться каким-то вот фалафайбером или чем-то вот таким вот наполнителем мягким. Ну, а тут шнурочек. Сейчас я вам покажу. У меня уже сделано одно готовое одно сердечко. Точно так же вот вырезается два вот таких вот, две таких большие детальки. Пристегивается вот такая белая сердцевинка. Тут у меня украшена такими серебристыми снежинками. И вот они пришиваются бисерем. Ну, такой смешной здесь снеговичок. Такой вот шнурочек у меня из льняной нитки. Такой получилось вот сердечко. Вот еще сердечко. Сейчас я вам покажу. Вот с таким вот дизайном. Вот здесь у меня простегано вот эти элементы декорации пришиты. Вот колокольчик здесь. Вот еще вторая деталька. Она у меня не сметана. И шнурочек не вставлен. Вот такая вот штучка. Сейчас я вам еще покажу, что у меня какая заготовочка. Вот такой вот колокольчик. Здесь ничего не пришито. Здесь я просто вот так вот приложила себе посмотреть, как будет выглядеть дизайн. Также вот две части из красного фетра и одна часть поменьше из белого. Вот такая вот деталька. Сейчас еще покажу. Это еще не все. Вот такой вот шарик у меня. Точно так же вот простегается все по контуру. Ровненько, конечно, это поровнее все уложится. Вот так же он будет мягкий и объемный. Ну и тут вот шнурочек будет. Вот такой вот дизайн. Так, таких вот у меня два шарика. Где-то звездочка одна потеряла, снежинка. Ничего, мы это дело восстановим. Вот так вот. Ну и последняя у меня деталька будет. Сейчас я покажу. Вот такая вот звездочка. Тоже вот она украшена такими золотистыми снежинками. У меня такие же есть серебряные. Все это будет простегиваться красной ниточкой вот по белому, по белой детальке. И такими же красными ниточками будут скрепляться вот красные детальки. И, в общем-то, здесь будет также шнурочек. Ну вот этими вот я занималась игрушечками. Вырезала. Прикидывала, как она у меня будет по красоте. Отваливается. Ничего, все это найдется. Все у меня это закуплено в большом количестве. Вот. Я еще другие сердечки сделала. Там у дочки висит и елочка у меня еще маленькая сделана. Так что вот таким творчеством я занималась. Мне очень нравилось. В общем-то, это можно было сделать бы и на небольшой презенте кому-то. Ну и на свою елочку повесить. В принципе, тоже будет это, в общем-то, все красиво. Вот. Ну, для следующих видео у меня тоже материал готов. Но почему-то вот мне эти три недели не снималось. Ну, я говорила, да, вот у меня настроения не было. Ну, у меня получены мои оформленные вышивки из багетной мастерской. Они стоят еще даже в полиэтилене. Я не распаковывала. Может быть, на днях я сниму видео вот о моих оформленных работах. У меня их получилось три. Вот. Оформляла я в лен-багете у Татьяны Лазовской. В общем-то, она в своем видео уже мои работы показывала. Она показывала, как выбирала к ним багет. Рассказывала. Я, в общем-то, об этом у себя говорить не буду. Кому интересно, сходите к ней на канал, посмотрите. Это буквально последнее ее видео. И там где-то в серединке она показывает две моих работы. Ну, не только моих, конечно. Там еще и другие девочки показывали. Других, в общем-то, вышиващиц были показаны работы. Ну, и в том числе и две моих. Вот. И также у меня не снято видео по новой моей работе, которую я начинала и отшила. Там, в общем-то, такую вот полосочку, как я люблю, на высоту. Три крестика. Три клеточки на ширину всей работы. Это работа от Химеры у меня. Дизайн. Ну, вот я говорю, что как-то вот эти три недели совершенно выбили меня из колеи. Вот эти вот заботы. Вот. С моим котиком. Ну, я вам, может быть, покажу моего бедняжечку-баляшечку. Вот он лежит у меня эти дни. В общем-то, тяжко ему, наверное. Вчера, по-моему, даже и температура у него была. Вот. Надо снова вести к доктору, потому что все анализы собраны, показываться, что нам, какое лечение. Все это не дешево, конечно. Весьма-весьма недешево. Переживательно. Ну, в общем-то, вот так вот. Но ничего. Новый год впереди. Вот у меня сколько всего тут такого интересного для души надо закончить. Вот такие вот я пуговки покупала. У меня не только такой снеговичок, у меня и пингвинчик. У меня там и, по-моему, колпачок такой новогодний. Вот. Ну, не все, конечно, идет в украшение. Кроме колокольчиков у меня, по-моему, есть там еще и бубенчики. Ну, в общем-то, может быть, я потом готова оформленные работы где-то и покажу в своих видео. Фотографию вставлю. Ну, пока что вот я сегодня это все дело вырезала, прикладывала, как вот оно все будет выглядеть, смотреться. Ну, вроде бы как так неплохо. И, в общем-то, и отдыхала душой, так скажем. Рядом лежал мой котик, мурлыкал большой, тепленький. На улице у нас все не очень холодно. Ну, как очень, там, 15 градусов. Ну, в общем-то, вроде бы как неделю назад еще и осень была, а тут уже прямо такая зима-зима. Вот завтра на работу, завтра понедельник. Вставать придется рано. Транспорт ходит почему-то в снегобаты и в морозы очень плохо. Надо будет выходить глубоко заранее. А это у меня получается чуть ли не в полседьмого утра. Поэтому вот завтра начало новой рабочей недели. Что я за нее успею сделать, я тоже не знаю. Даже не знаю, какую мне следующую взять, свою вышивку повышивать. Как-то у меня такой вот раздрай в чувствах получился. Ну, ничего, все это наладится у нас. Все переживем, все будет хорошо. Вот на этой ноте я хочу с вами попрощаться. До следующего включения, до следующих видео, вернее. Всем вам желаю здоровья, хорошего настроения новогоднего. Ну, и до новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok